Отношения между Обамой и Путиным выходят за чисто личные рамки. Мы вообще привыкли персонализировать отношения. А какие отношения между Никсоном и Брежневым? А какие отношения между Ельцином и Клинтоном? А какие отношения между Обамой и Путином? Да какая разница, какие между ними отношения? Они два лидера двух великих, могучих государств. Им детей не крестить, им целоваться не нужно. Надо, чтобы у них было просто взаимопонимание, исходящее из понимания интересов наших обеих великих стран и того, где эти интересы сходятся, точки пересечения интересов. Конечно, мы конкуренты в каких-то областях, в каких-то областях мы союзники. И вот понимание того, где мы союзники, дает почву для нормального делового общения. Я думаю, что поскольку воевать Америка с Россией может только в том случае, если кто-то из лидеров наших стран сбежит из сумасшедшего дома, либо американский президент, либо наш президент, а пока что вроде такого не предвидится, значит и войны не предвидится, значит нужно договариваться. Я думаю, что так или иначе договариваться будем, но отношения у нас сейчас очень сложные, очень острые, в настоящий момент прежде всего из-за сирийской проблемы.